МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального серебряда Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комната открытий. Слабовидящие воспитанники Новочебоксарского детского сада получили возможность увидеть мир. К новым результатам в Чебоксарах открылся физкультурно-оздоровительный комплекс при специализированной спортивной школе Олимпийского резерва имени Ирины Солдатовой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема борьбы с алкогольными суррогатами и аптечными настойками не теряют своей актуальности в Иркутске. С каждым днем растет число жертв отравления так называемым боярышником. На сегодня оно превысило 70 человек. Трагедия послужила спусковым механизмом для разработки оперативного комплекса мер. В регионах постоянно предпринимаются попытки противостоять реализации напитков, несущих смерть. В Чувашии, в частности, уже два года ведется предметная борьба со спиртосодержащими жидкостями двойного назначения. Хроника войны в нашем спецрепортаже. Январь-июнь 2016-го. За эти полгода в республике зарегистрировано более 500 случаев отравления некачественным алкоголем, суррогатами и так называемыми фанфуриками. Покупки в интернете, с рук или в других сомнительных местах. Что только не предпринимают граждане ради желания выпить. Необходимо ли с продажей фанфуриков у нас бороться? Непременно обязательно. Это вообще страшная проблема, конечно. Так люди травятся. Это же лечебно, так через аптеки продавать, лицензировано. А так, ну, я думаю, сознательный человек все равно не будет покупать это. Ну, конечно. Считаю, да. Особенно связано с тем, что сейчас недавно показывали, да, то, что очень много смертей, да, из-за этого. Должно войти в осознание людей, что все-таки это как-то может повлиять на их здоровье, если людям без разницы. А сами покупаете эту продукцию? Ну, может быть, пользуетесь по назначению? Да, не замерзайку добавляю. Ну, мы вот не покупаем таких вещей. Они же нужны, наверное, в качестве лекарств. Но у нас люди-то могут не только и тормозную жидкость пить, а еще ее тоже запретить. Ну, что делать тогда? Может, как-то с людьми, людей же тоже не поменяешь? По рецептам продавать ее. Естественно, это полное безобразие. Я считаю, что надо правительству принимать какие-то очень радикальные, серьезные меры. А если какие-то нужные спиртосодержащие натирки там или что-то, ну, наверное, для этого есть другие средства, я так думаю. На минувшей неделе депутаты Госсовета обратились к правительству страны с просьбой ввести акцизм на подобную продукцию. А в этот понедельник глава республики Михаил Игнатьев попросил руководителей аптечных сетей приостановить продажу таких настоек. Насколько реально сейчас купить подобную продукцию? Давайте узнаем. Мы побывали в трех аптеках. Для чистоты эксперимента использовали камеру мобильного телефона. В одной из аптек прямо при входе висела вот такая наклейка. В других таких настоек также не оказалось. Здравствуйте. У вас есть продаж какие-нибудь эти септики? Нет, спиртовые. А салфеточки есть? Здравствуйте. А у вас есть продажа септалин? Нет, у нас не бывает. Нет? А какие антисаптики? Девушка, мы не владеем такой. Нет. Абсолютно у нас из этой сети ничего нет. Каких антисаптиков? А вообще чем? У нас есть салфетки, спиртовые салфеточки. В нашей республике борьба с суррогатами и спиртосодержащими препаратами ведется не первый год. Регулярно проводятся совместные рейды надзорных ведомств и представителей органов власти. Организована прямая линия. Только в столице Чувашии закрыли целый ряд киосков, в которых настойки продавали незаконно. Сейчас мы мониторинг полный сделали по всем аптекам. Определили те злачные места. И сейчас уже второй день мы работаем рабочей группой совместно с ОМВД Чувашской республики. Вчера было обследовано 37 аптечных сетей. Из них было 6 магазинов. В одном магазине, который находится на Николаево, 29, мы около 6 часов вечера изъяли большое количество фанфуриков. Это 600 флаконов было. На момент проверки, конечно, действительно никаких документов у предприятий торговли не оказалось, к сожалению. Изъятая продукция будет направлена на экспертизу ОМВД Чувашской республики. И также у нас, конечно, вчера было изъято 103 флакона по адресу проспект Мира, 92 в аптеке также. Мы понимаем, что сегодня органы исполнительной власти и местные органы местного управления, и правоохранительные органы проделаны значительные работы. Считаю, что эта работа позволила нам сохранить стабильную ситуацию, не позволила допустить иркутский сценарий, как я уже говорил. Здесь, наверное, нужно говорить о социальной ответственности, наверное. Потому что надо понимать, что законодательно сегодня не запрещается реализовать эту продукцию. Но, как я уже говорил, что алкоголизм и те лица – это боль. Боль каждой семьи, каждого человека. Ситуация ясна. И общество, и власть одинаково оценивают угрозу распространения суррогатов и аптечных настоек. А самое главное – готовы бороться. Но до сих пор нет нужного рычага воздействия. Необходим закон, который не допустит двоякого толкования предназначения спиртосодержащих препаратов и закрепит ответственность за их реализацию. И хочется верить – он появится совсем скоро. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. К другим темам. 22 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники энергетической промышленности. Это те, благодаря кому в школах, детских садах, домах и других учреждениях всегда присутствует свет и тепло. В День энергетика глава Республики встретился с сотрудниками филиала «Чувашэнерго». Михаил Игнатьев отметил значимость для каждого жителя Республики ежедневной, круглосуточной работы специалистов этой отрасли. Сами они шутят, говоря, что День энергетика – самый теплый и светлый праздник. Начали его отмечать еще в 1966 году. С того времени много что поменялось в работе энергетических компаний. Однако неизменной остается высокая ответственность. Невозможно работать в энергетике, не быть профессионалом с большой буквы. По одной простой причине. На первом месте у нас поставлена всегда безопасность. Действительно, праздник профессиональный, праздник профессионалов. Я поздравляю всех своих коллег, коллег всех, кто занимается производством, выработкой электрической энергии, транспортировкой электрической энергии с этим светлым, теплым праздником. Энергетика – праздник не только энергетиков, а и потребителей. Потому что каждый из нас потребляет электрическую энергию и тоже причастен к этому процессу. С 1 января 2017 года отменяются ежемесячные выплаты семьям, в которых появится третий и более ребенок. Правительство России изменило список регионов, которые могут получать средства на софинансирование пособий. Их осталось 40, Чуваша в список не вошла. Поскольку за последние три года рождаемость выросла, и суммарный коэффициент превышает уровень рождаемости в среднем по России. О том, какие выплаты отменяются, а какие сохранятся, рассказал министр труда и социальной защиты Чувашской республики Сергей Дмитриев. Речь идет о приведении республиканского законодательства в соответствии с федеральным. Многодетные семьи, которые станут таковыми с 1 января 2017 года, перестают получать ежемесячные пособия. Другие меры поддержки за ними сохраняются. Республиканский материнский капитал в виде 100 тысяч рублей сохраняется. Детские пособия, как я уже говорил, 56 видов, 4 категории, они сохраняются. Предоставление земельных участков, они тоже сохраняются. У нас отменяется выплата пособий на те семьи, которые родили третьего ребенка. И до достижения, до трех лет это пособие было, оно на сегодняшний день не сохраняется в связи с тем, что у нас очень хорошая демографическая ситуация в плане суммарного коэффициента рождаемости. Ежемесячные пособия перестанут выплачивать тем семьям, в которых третий ребенок появится после 1 января 2017 года. А вот дети, появившиеся в оставшиеся дни этого года, будут получать средства как положено. Кроме того, с 1 января 2017 года в Чувашию упраздняются льготные карты на проезд на транспорте общего пользования городского пригородного сообщения и на городском наземном электрическом транспорте. Иными словами, льготный проезд на все виды транспорта за 600 рублей. Эта мера поддержки была дополнительной, однако в настоящее время стала весьма затратной. Что изменится, как будут компенсироваться затраты на проезд льготным категориям граждан в нашем сюжете. В сложных экономических условиях необходимо сохранить в первую очередь социальные маршруты. Их в республике немало. Например, в удаленных населенных пунктах. Такие маршруты не имеют альтернативы и, разумеется, будут действовать, несмотря на то, что ими пользуется крайне мало пассажиров. Ориентировочная сумма, которая ложится на бюджет нашей республики, только в этой части более 200 миллионов рублей. Плюс еще льготные перевозки. Это, естественно, очень большая сумма. Поэтому перед нами стояла дилемма или же оставить социально важные льготные маршруты, или же оставить льготную карту. В качестве альтернативы упраздненному льготному проездному билету Министерством труда и социальной защиты Чувашии разработан проект, согласно которому льготным категориям граждан будут компенсировать часть стоимости общегражданского месячного проездного билета. Льготы, они те же самые были, останутся, но вводятся критерии адресности. То есть мы более адресно будем предоставлять меры социальной поддержки. Адресность путем возмещения. То есть, если раньше человек, значит, именно при покупке, заранее была сумма предусмотрена, и при этом транспортные компании говорят, что мы терпим там большие убытки, из-за того, что сегодня он там ездит, завтра там ездит, а бюджет нам не возмещает, то мы сегодня говорим, гражданин покупает проездной билет именно в том месте, именно на том транспорте, который ему нужен. То есть, если троллейбус он нужен, то, соответственно, покупает на троллейбус проездной билет. Если автобус, то он покупает на автобус. Купил, нам представляет организация, которая продала этот проездной билет, или единая транспортная карта, и мы этому гражданину возмещаем ему на расчетный счет. Глава республики Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором ПАО «Химпром» Сергеем Науманом. ПАО «Химпром» – одно из крупнейших предприятий отечественной химической промышленности. Заканчивает год с неплохими показателями. Проект 20% выпуска товарной продукции уходит на нашу на экспорт. 20%? 20% нашей товарной продукции. Мы являемся крупнейшими поставщиками таких компаний, как «Гудьер», «Мишлен», «Бриджстоун». Мировые компании. Мировые компании, да. Поставляем резинохимикаты как в России, так и за рубежом. Они с удовольствием берут нашу продукцию. Сейчас предприятие выпускает более 200 наименований продукции. В 2016 году началась реализация проекта производства из-за пропилового спирта гипохлорида кальция. Производство гипохлорида кальция сейчас в стране вообще не производится. Он весь импортируется из Китая. Мы планируем занять доминирующее положение на российском рынке. Стать основным поставщиком для золотопромышленников наших. Мы идем с положительной динамикой и не планируем останавливаться. Перспектива хорошая. Более дополнительные созданные рабочие места вселяют верность в людей. Вселяют верность в том, что рабочие места сохраняются и уровень зарплатуры. И самое главное, сейчас мы вышли на уровень хорошей прибыльности. Но не менее 900 миллионов рублей уже показывается. Для нас это тоже значимо, потому что 16-17% налог на прибыль идут нам. И с этой точки зрения, чем мы лучше работаем, тем мы лучше пополняем доходную часть бюджета. К слову, налоги, отчисляемые предприятием в городской и региональный бюджет, выросли в 1,6 раза. И почти на 10% выросла заработная плата сотрудников предприятия. Сейчас она составляет 23 700 рублей. Сегодня на ОАО «ОКОМ» заработала новая технологическая линия. Вместе с главой республики Михаилом Игнатьевым линию отливных конфет запустили ученики Чебоксарского 4-го лицея. Мы за эти 5-6 лет около 2 миллиардов рублей внесены сюда в своих собственных средств. 9 технологических линий работает. Дополнительно создано более 400 рабочих мест. То, что мы намечали, так она и у нас не получается. Это уже четвертая производственная линия, которую запустили на предприятии в этом году. Кроме отливных появились конфеты ассорти, пролиновые, вафельные десерты. Около 7 тысяч тонн пойдет эта продукция в этом году практически за пределы уже Российской Федерации. Это очень значимо в данный период времени, когда президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу перед бизнес-обществом, перед региональными властями, перед муниципальными властями о том, чтобы мы, создавая благоприятную среду, могли не нефть, не газ, не золото и алмазы продавать, а могли продавать продукцию качественную на экспорт. Сейчас на предприятии идет строительство третьей очереди логистического центра. Проектируется очередной производственный корпус. В 2017 году Чувашия планирует получить 260 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках проекта ЖКХ и городская среда. 70% средств необходимо направить на благоустройство дворовых территорий, 30% на знаковые объекты населенных пунктов. Напомним, что из федерального бюджета Российской Федерации на все регионы выделено 20 миллиардов рублей. Средства уже распределены между субъектами страны. Также и город Чебоксар рассчитывает получить федеральное средство на реализацию этой программы. Мы должны будем провести работу с депутатами городского собрания, с председателями ТОС, с председателями домовых комитетов, с активами микрорайонов для того, чтобы определить площадки, которые будем благоустраивать в следующем году. Но реализация проекта не отменяет региональных и муниципальных программ по благоустройству. Ежегодно в местных бюджетах на это закладываются средства. В столице в порядок уже приведены 70% дворовых территорий. Но чтобы завершить программу, нужно в среднем около 500 миллионов рублей. Федеральная программа по благоустройству дает новый виток в развитии общественного пространства. Объем работ ожидаем больше в три раза, чем в 2016 году. Для этого, конечно, нужно вовремя определить площадки и спроектировать. Поэтому перед главами районов сегодня поставлена задача до 20 января объявить конкурсы, аукционы на проектирование этих территорий. Минстрой России планирует направить средства в регионы до 1 марта следующего года. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Не снегоход, не новомодный гаджет и не путешествие в подарок. Не об этом мечтают в канун Нового года герои нашего следующего сюжета. Слабовидящие воспитанники Новочебоксарского детского сада получили возможность увидеть мир таким, как видят его их сверстники с хорошим зрением. Розовые стены, зеленые шкафы и разноцветные пуфики. А еще конструктор лего размером с комод и интерактивный экран с мультипликационным гидом по комнате. В этой студии все очень большое и непривычно яркое. Воспитанники детского сада «Журавлик» рады как никогда. Большинство из них имеют высокую степень миопии и другие заболевания глаз. В нашем дошкольном учреждении, которое называется «Журавлик», функционируют три группы компенсирующей направленности, которые созданы для слабовидящих детей, для детей с эмплиопией и косоглазием. В каждой группе по 15 детей всего у нас 45 таких воспитанников. Сегодняшнее мероприятие «Открытие студии света, звука и движения» проводится в рамках освоения средств, выделенных нашему учреждению в 2016 году по федеральной программе «Доступная среда». Комната открытий. Так называли студию сами воспитанники. Здесь можно потрогать дождь. Дождинки трогаем, какие они приятные, да? Да. Приятные. Легкий дождь может быть приятным. А здесь услышать, как поют птицы. В паре метров интерактивный пол, имитирующий ромашковое поле. В радиодефектолог проводят занятия в сказочной студии два раза в неделю. Дети и визуально, и тактильно познают мир, потому что они в этом слегка ограничены. А здесь можно и потрогать, и понюхать, и пощупать, и послушать. То есть все, что они недополучали раньше, они в этой комнате получают сполна. Я очень довольна, что мы вообще попали в этот сад, потому что они здесь получают и офтальмологическое лечение, и с ними проводят коррекционную работу. Комплексный подход в работе со слабовидящими детьми дает хорошие результаты. Около 80% выпускников «Журавлика» уходят в школу с единичной остротой зрения. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, «Республика». Новый год уже на носу. Это значит, самое время поднимать себе настроение и готовиться к празднику. В Стализа Чувашии уже второй год подряд проходит благотворительное чудо-елка для детей из замещающих и приемных семей нашей республики. Принцессы, рыцари, гномы, дикие звери и даже персонаж из комиксов «Бэтмен». Каких только героев не было на этом новогоднем празднике. Сегодня хороводы вокруг елки вместе со взрослыми водили более 500 ребят со всей Чувашии. Проведение таких мероприятий позволяет привлечь внимание к проблеме сиротства. У нас 96% детей в республике устроены в семье Граждан нашей республики. В детских домах практически не осталось детей. Познакомиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, погладить обитателей контактного зоопарка, поучаствовать в шоу мыльных пузырей, ну и, конечно, получить сладкий подарок. На праздники юных жителей Чувашии ждало немало сюрпризов. Один из них – пригласительные билеты в детские игровые зоны. Такие елки очень, конечно, нужны. Вот нам, например, сегодня очень было приятно, что мы 22 числа уже начинаем свое настроение понимать и готовиться к новогоднему утреннику. Тем более наши детки очень ждали этот праздник. Он вообще самый волшебный праздник на свете. В семье Львовых всего 9 детей, и они вот уже второй год приходят на праздник. Ну, мне нравится то, что в такие обстановки интересны все-таки. Я больно, мне было очень весело. Новогодняя сказка на этом не кончается. Впереди еще немало интересных представлений. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. В Чубаксарах еще одним спортсооружением стало больше. А сегодня своей дверью распахнулся скультурно-оздоровительный комплекс по улице Мещуна-Павлова, который ежедневно способен принимать более 600 ребят. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс специализированной спортивной школы Олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой открыт. Не одно десятилетие воспитанники этой школы занимались в подвальном помещении. И переезд в новое здание для них стал настоящим праздником. Я рад вас приветствовать на торжественном открытии нового физкультурно-спортивного комплекса, где будут заниматься наши детишки и ветераны по теннису и по стрельбе из лука. Это на самом деле доступные виды спорта. Одно пожелание – приходить, зажигать друг друга, поддерживать постоянную спортивную форму и хорошо учиться. После торжественного открытия Михаил Игнатьев прошелся по территории комплекса, высказав в адрес строителей несколько претензий. Двер открывается, она к умывальнику. Но дверь же можно было переставить по-другому, и чтобы дверь открывалась в другую сторону. Вопрос государственного заказчика к Министерству спорта и к всем должностным лицам, которые проводят экспертизу. Экспертизу кто проводит? Там госзаказчикам, ну, представитель с заказчиками. Да, администрация города была. Ну вот, и вы два начальника здесь рядом со мной стоите. Кто так делает? Зал площадью 1125 квадратных метров. 16 столов, тренеры-профессионалы. В новых условиях от спортсменов ждут и новых достижений. У нас будут лучше результаты, намного лучше. Мы очень рады тому, что это здание все-таки построили, потому что все-таки больше места, больше детей начнут заниматься. Все-таки это какой-то большой плюс к спорту. Сегодня настольным теннисом в республике занимается более 800 человек. Коллектив спортивной школы уже строит планы по привлечению школьников к занятиям этим видом спорта. Открыто и дошкольное отделение. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика. Бюджет столицы Чувашии на 2017 и плановые периоды 2018 и 2019 годов сегодня приняли депутаты Чебоксарского городского собрания на итоговом в этом году заседании. Сформирована казна по новым принципам без дефицита. Это значит, тратить город будет ровно столько, сколько заработает и получит из вышестоящих бюджетов. О том, почему такие изменения, как обстоят дела со школьным питанием после массового отравления в 43-й Чебоксарской школе и как в ближайшее время могут ужесточить правила продажи алкоголя и его суррогатов в программе «Местное сомправление» смотрите сегодня после нашего выпуска. Напомню, наши новости и программы вы можете смотреть на сайте НТРК21.ру. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»